Бернардо Белотто, Франческо Гвардии, Розальба Карьера Киарова Роттери, Франческо Фонтебассо, художники светлейшей республики Венеция, тысячелетняя тайна, которая раскрывает Национальный музей искусств Варвары и Богдана Ханенко, о вечном городе Новодет, об источниках вдохновения для многих творцов прошлого и настоящего в выпуске про арт. Мы сегодня поговорим с вами о Венеции, о искусстве этого великого города, где жило так много талантливых вольстеров и который был воспет множеством гениальных художников. Для чего музейщики проводят выставки и почему не иссякает интерес людей к прошлому? В чем интрига? А разгадка в содержимом музейных запасников? Во всех музеях мира есть экспонаты, которые по тем или иным причинам спрятаны от посторонних глаз. О них ходят множество слухов, мифов и легенд. Основная часть гигантского научного айсберга музеев находится в хранилищах. И украинские музеи не исключение. Вообще в любом музее мира, в основной экспозиции, показано от 7 до 10% всех произведений, которые хранит музей. Ну и конечно для того, чтобы познакомить зрителя со всем богатством фондов музея, коллекции музея, мы время от времени, как и во всем мире, устраиваем временные выставки. 90% тех работ, которые представлены сегодня на выставке, никогда прежде не были экспонированы. Светлейшая республика Венеция. Уникальное государство, которое существовало на северо-востоке современной Италии с конца 7 века по 1797 год. Но и в 21 веке произведениями искусства, которые были рождены в Венеции, восторгают современники, а искусствоведы делают удивительные научные открытия. И вот музей Ханенко организовал проект, который имеет название European Dimension, европейское измерение. И мы в рамках этого проекта привлекаем работы других музеев Украины сюда, на столичную сцену, вот в данном случае Львовскую национальную картинную галерею. Проект о Венеции был не случайным. Основатель музея западного и восточного искусства Богдан Иванович Ханенко, как и многие европейцы, часто бывал в Венеции, был в нее влюблен, собирал и бережно хранил каталоги венецианских биеннале. И вот одна из историй, которая связывает Венецию и Киев. Это история о Богдане Иванович Ханенко, который выступил спонсором для Петербургской академии художеств и на свои деньги построил павильон для венецианской биеннале по проекту архитектора Щусева, в котором до сих пор выставляются работы российских художников. Точно так же, как Богдан Иванович подарил нашему городу наш музей, музей имени Богдана и Варвары Ханенко, точно так же он подарил в Венеции еще одно замечательное здание – павильон для венецианской биеннале. Венеция – это легендарный город. Она стала таким от самого своего основания. Венецианская республика просуществовала более тысячи лет, но до сих пор открываются тайны и разгадываются мифы удивительной, пленяющей эпохи. Начиная с XVI века и по нашей дне Венеция – это Мекка для туристов. Венеция в нашем сознании связана очень тесно с венецианским карнавалом и, конечно, с комедией Бель-Арте – особым видом импровизационного театрального искусства, корни которого, конечно, лежат в Венеции. Проект «Венеция на светлейшее» позволяет нам поговорить о многих венецианских тайнах. О тайнах венецианского стеклоделия, тайнах венецианского стеклоткачества, венецианской майолики и о многом другом. Обо всем этом смотрите дальше. В каждом полотне художники зашифровали и таинственный смысл, словно остановили и зафиксировали фрагмент жизни. А благодаря глубоким музейным исследованиям для посетителя открылась живая красота Венеции в дошедших до нас произведениях ее мастеров. Во-первых, венецианский пейзаж, венецианская ведута – это был жанр живописи, который был призван запечатлеть образ прекраснейшего города в Европе. И вот Франческо Тирони, венецианский мастер XVIII века, изображает Венецию документально точно. При помощи камеры-обскура художнику удается очень подробно изобразить эту набережную с Пьевони, ну и, конечно, рассмотреть все фигуры на набережной. На полотнах венецианцев – окружающая действительность, общество и мир. Сюжет и все детали, запечатленные на полотнах, позволяют еще больше узнать о далеком и загадочном времени. Но в Венеции придумали не только вот такой документально точный пейзаж. Одним из самых, наверное, известных мастеров венецианского пейзажа был Франческо Белотто, который редко в своем творчестве обращался к жанру фантазии, к жанру архитектурного каприча. Это памятник Бартоломео Калеони, кандеттиеру, выполненный знаменитым венецианским скульптором Андрео Вероккио, который стоит и на площади в Венеции и до сих пор является одним из символов этого прекрасного города. Венеция была, можно сказать, городом брендов. Мы все знаем, что такое муранское стекло – это стекло с венецианского острова Мурана или венецианские шелка, венецианские бархаты. Они еще в 16 веке стали популярными в Европе и пользуются популярностью по сей день. Венеция была в центре европейских торговых путей. Венецианские ткачи завезли к себе коконы шелкопряды и первыми в Европе начали производить самый качественный, роскошный шелк. Но секрет венецианского бренда таился в особой технологии, за которой в профильных гильдиях строго следили. Как в хорошем спектакле или фильме, у музейной выставки есть своя композиция, есть главные блоки и особая гордость искусствоведов, хотя все вещи бесценны и уникальны, считает опытный куратор многих выставок Елена Живкова. Это, наверное, вопрос любви. Это вопрос частных пристрастий. Ну, например, я не могу никогда равнодушно смотреть на картину Бернардо Белотто «Архитектурная каприча». Я не могу пройти никогда мимо нашего нового открытия портрета венецианской патрицианки Кьяры Воротари. Ну, а может быть, кого-то заинтересует венецианская стеклянная чаша 16 века или венецианский рытый бархат знаменитый. Ну, и, конечно, миниатюра знаменитой венецианки Розальба Карьера. В нашей коллекции четыре таких миниатюры, и на выставке мы показываем их впервые. Искусно сделала заготовку, дорисовала личика заказчика в обрамлении, и вуаля, портрет готов. Миниатюры на слоновой кости. Такая разновидность портрета в 18 веке является изобретением художницы Розальба Карьеры. Интересно, что Венеция была городом, где женщина могла проявиться лучше всего. Конечно, Розальба Карьера использовала тот туристический бум, который всегда был связан с Венецией, потому что всякая дама, оказавшись в Венеции, хотела заказать свой портрет. Поэтому все обращались к знаменитой Розальбе Карьера. И в ее мастерской было несколько заготовок. Ну, а затем вписывала вот в это заранее готовое изображение портрет конкретной заказчицы. Ее миниатюры расходились очень быстро по всей Европе и принесли всемирную славу. Розальба Карьера писала и знаменитых венецианок. Вот, например, Катарина Сагреда Барбарига. Изображена здесь в карнавальном костюме. В этой знаменитой шляпке трикорна, треуголке, которую только венецианцы умели носить с таким изяществом, то есть чуть-чуть на бок. Эту технику живописи со временем подхватила вся Европа. Венецианская республика постоянно создавала о себе мифы. Один из важнейших – государство основывается на абсолютной власти закона, а мир превыше всего. В действительности Венеция постоянно принимала участие в каких-то войнах, резюмирует Елена Живкова. Вот одна из этих миниатюр – это, пожалуй, символ Венеции. Это аллегорическое изображение закона и мира. Именно так Венеция позиционировала себя во внешний мир. Она говорила о себе как о республике, где властвует закон и свобода, и республике, которая всегда стремится разрешать все противоречия мирным путем. Ну, может быть, это не всегда было так, но Венеция всегда к этому стремилась. Одной из венецианских тайн было производство фарфора. Когда мы в наших фондах нашли вот эти три замечательные предмета – два блюдечка и чашечку, то обратили внимание, что на одном из блюдечек в центре есть вот такая дырочка насквозь. Мы тогда не знали, для чего она. Дело в том, что вот в таких узких стаканчиках подавался в венецианских кофейнях очень модный в 18 веке напиток – горячий шоколад. Для того, чтобы не пролить ни капли этого напитка, к блюдечку специально крепился металлический подстаканник. Пожалуй, ничто так не было окружено тайной, как искусство знаменитых венецианских стеклодувов с острова Мурано. До сих пор их творения поражают красотой и изяществом. Прежде всего, это была особая каста венецианских ремесленников, которая приравнивалась к патрициям. Но вместе с привилегиями на стеклодувов налагались и очень строгие ограничения. Например, венецианские стеклодувы не могли покидать Венецию. Если стеклодув самовольно уезжал, покидал на светлейшую, то его семью обычно бросали в темницу. Если мастер не возвращался, то венецианская республика вполне могла послать к нему убийцу. Но с чем же были связаны такие строгости? Дело в том, что начиная с 15-го столетия только венецианские стеклодувы с острова Мурана владели тайной абсолютно прозрачного, бесцветного стекла. И вот образцом такого уникального венецианского предмета является эта изумительная свадебная чаша, покрытая чешуйчатым орнаментом золотым и украшенная вот такими сверкающими каплями эмаль. Когда открывались створки этого шкафа, его владелец попадал в мир гармонии искусства и природы. Бюро кабинета с коллекцией Ханенко Елена Живкова называет «райским уголком интеллектуала». Аналогов ему нет ни в одном музее мира. Это абсолютно уникальный предмет. По одной из легенд, которая сохранилась в инвентарных книгах нашего музея, этот шкаф был заказан Папой Львом X для его советницы Олимпии Майделькини. Но, к сожалению, эту историю мы не смогли подтвердить. Такой предмет мебель Венеции служила для множества разных целей. Если открыть вот эти потайные ящики, то в глубине можно увидеть еще более скрытые отделения. Но шкаф окружен всегда был тайными. Музей Ханенко отныне один из первых гиперподключенных музеев в Украине, поделился радостью куратор выставки Елена Живкова. Специальный электронный каталог, QR-коды и мобильное дополнение «Линзар» — это и новые подходы, и новые аудитории. Мы сотрудничали с фирмой «Три Мэр Студио», которые разработали для нас специальную программу. И вот поднеся свой гаджет, планшет или смартфон к этикетке, зритель может получить абсолютно полную информацию о той или другой работе. Тут есть масса всяких возможностей. И это я хочу заметить действительно впервые в Украине. Около острова, который напоминает Сан-Микеле, пришвартована венецианская гондола. Здесь место вечного покоя и славы. Именно за этим ехали в Венецию. На упомянутом Сан-Микеле с 1807 года хоронили всех, кто умер в Венеции, поэтому его называли «Островом мертвых». Торжественная траурная процессия, когда гондолы степенно плыли к острову, вызывали ассоциации с переправой через реку Стикс в «Царство мертвых» и поражали воображение художников. В Венеции как-то очень остро ощущалось две самые главные вещи в жизни человека – любовь и смерть. Венеция постоянно погружается в воду, и в то же время она постоянно возрождается. Ну и, конечно, Венеция – это город любви, город бесконечной свободы, город карнавалов, но и город смерти, потому что смерть Венеции, особенно в XIX веке, стала, ну тоже, если так можно сказать, своеобразным брендом. Давайте вспомним знаменитое кладбище венецианское на острове Сан-Микеле, где похоронены и Стравинский, и Дягилев, и Иосиф Бродский. Смерть Венеции – это смерть, которая приносила художнику, с одной стороны, вечный покой на этом острове, покрытом кипарисами, а с другой стороны – вечную славу. Настоящий музейщик на экспозиции – артист, держащий интригу до финала. Вот и Елена Живкова рассказала почти киношную историю о бедном украинском художнике из Галиции. Он так любил Италию и живопись, что пешком дошел до Рима. Правда, ему помогла парой ботинок одна чешская фирма обуви. Но главное – это сила любви художника к искусству. Звали его Иван Корах. И вот интересно, что Иван Корах участвовал в венецианских биеннале. И на одной из них, биеннале 1950 года, Иван Корах написал вот этот вид знаменитого итальянского острова Сан-Джорджио-Маджоре. Действительно, художник оказался очень талантливый. Он потом учился не только в Риме, но и в Милане. И, наконец, приобрел европейскую известность. Современная Украина и древняя Венеция светлейшая. Искусствовед Елена Живкова уверена, между государствами много интересных параллелей и точек соприкосновения. Как это ни странно, венецианское государство чем-то похоже на Украину. Потому что Венеция всегда лежала на перекрестке торговых и культурных путей Запада и Востока. И Венеция всегда блестяще использовала это свое положение. Она была связующим звеном между Западом и Востоком. И вот так, как Венецианская республика организовала свою художественную промышленность, так как она выстроила свой прекрасный город, который стал самым модным городом всей Европы. Ну, может быть, это пример для нас, для киевлян. Ну что ж, я надеюсь, что сегодня бесценные произведения искусства из коллекции музея Ханенко получили возможность не только говорить с нашими посетителями из залов нашего музея, но и со всем миром в программе «Про арт». Редактор субтитров А.Семкин